Игры будущего. Проект, который объединяет цифровую и физическую вселенные. Команда «Победитель» получает в качестве, так скажем, памятного знака об участии в играх вот такого рода статуэтки, которые обозначают знак фиджитал. Новая волна коронавирусной инфекции зафиксирована в Татарстане. По роду своей деятельности приходится часто добывать за пределами Российской Федерации, поэтому с целью сохранения своего здоровья и времени считаем, что целесообразно пройти вакцинацию, дабы потом не терять время на больничные. Параллельный импорт в России набирает обороты. Челны, вперед! Как прошла автосессия 2022. На данном мероприятии участвуем не первый год. Стараемся участвовать каждый год. Каждый год, получается, занимать призовые места. На соревнованиях готовимся. Сложности есть. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Юлия Салеева. Проект, который объединяет цифровую и физические вселенные. Проект, который создает новую субкультуру людей будущего. О чем идет речь, смотрите далее в сюжете. В Казани прошел медиаматч перед стартом Фиджитал Игр с участием представителей СМИ и блогеров. Выставочный матч по Фиджитал Футболу между представителями СМИ и блогерами состоялся на арене Фиджитал Игр в Казань Экспо, которые пройдут с 21 по 23 сентября. Матч состоял из двух этапов – интерактивного футбола и мини-футбола. Победитель встречи определился по сумме забитых мячей на обоих этапах. Матч закончился со счетом 6-5 в пользу одной из команд. Матч – это непрерывный матч. Первое – играем в виртуальный футбол, дальше перерыв и сразу же буквально через 5-6 минут после небольшой разминки команды выходят и доигрывают матч на площадке. Счет суммируется. То есть футбол, с чего мы начинаем, это два тайма по 3 минуты в киберфутбол, потом перерыв и два тайма по 10 минут чистого времени. Соответственно говоря, счет суммируется, победитель выходит в следующий этап. Всего 4 команды, поэтому в олимпийской системе играют полуфинал и потом на следующий день матч за третье место и финал. В самих соревнованиях примет участие около 20 команд по 4 дисциплинам – фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, битсейбер – это VR-игра, в которую участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки, и гонка дронов. Для каждого вида спорта предусмотрен непрерывный матч с виртуальной и реальной составляющей. Команды будут играть по олимпийской системе, участниками игр станут и представители других стран. В футболе будет представлена команда из Бразилии, в баскетболе – из Беларуси, в дронрейслинге – из Болгарии и из Турции. Команда-победитель получает в качестве, так скажем, памятного знака об участии в играх вот такого рода статуэтки, которые обозначают знак фиджитал. Все церемонии, награждения и наградная атрибутика, она для игр будущего и для фиджитал-игр будет также креативиться, разрабатываться для того, чтобы это не было повторения со стандартными классическими видами спорта. Еще один тестовый турнир пройдет в ноябре, где будут представлены другие дисциплины. Они не будут повторяться с теми дисциплинами, которые проходят сейчас в сентябре, то есть это остальные дисциплины, которые запланированы в рамках проекта игр будущего в 2024 году. Если мы говорим про спортс-челлендж, который касается игр будущего, там планируется на сегодняшний день, пока все это еще в процессе согласования и проработки из таких вот спортивных, так скажем, дисциплин, отработать хоккей, отработать картинг, отработать единоборство. Остальные все дисциплины, они больше, так скажем, идут уже от киберспорта с их физическими аналогами, которые на сегодняшний день тоже пока дорабатываются, согласовываются. Я думаю, как они будут финализированы со стороны правообладателей, тоже будут представлены всем для ознакомления, изучения. Напомним, что игры будущего – это новый спортивный продукт, включающий в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, объединяющим классический спорт, киперспорт и AR-VR технологии. В 2024 году в Казани пройдет масштабный международный турнир, в котором будет разыграно первенство в 16 дисциплинах. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз. Ковид-19 не дает жителям Татарстана покоя. Новые способы ревакцинации и возможность пройти иммунизацию в Казанском федеральном университете. Обо всем по порядку в сюжете Аделины Абдрахмановой. Новая волна коронавирусной инфекции продолжается. За сутки в Татарстане было выявлено около тысячи новых заболеваний. Госпитализация потребовалась 57 жителям республики. Начало пандемии в Татарстане зафиксировано около 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции. КФУ принимает активное участие в вакцинации. Профессорско-преподавательский состав, а также студенты добровольно проходят вакцинацию, заботясь о своем здоровье. Породу своей деятельности приходится часто добывать за пределами Российской Федерации. Поэтому с целью сохранения своего здоровья и времени считаем, что целесообразно пройти вакцинацию, дабы потом не терять время на больничные. Теперь у желающих ревакцинироваться есть выбор метода. Вакцина может быть введена интерназально и традиционным способом введения инъекционной иглы. Назальная вакцина вводится в организм через носовую полость. Такой вариант индуцирует иммунитет через слизистую оболочку носа, которая контактирует с передающимися через воздух инфекциями в естественных условиях. В Татарстан поступила назальная вакцина от COVID-19. Назальная вакцина не только приводит к усилению иммунитета, но также приводит к выработке так называемого мукозального иммунитета. То есть это иммунитет в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, которые являются входными воротами для коронавируса, а значит люди, ревакцинированные назальной вакциной, будут лучше защищены от вирусной инфекции. Напомним, что пройти вакцинацию можно в униклинике КФУ, а также в пункте выездного прививочного кабинета. Вакцинация будет осуществляться ежедневно по 23 сентября с 9.00 до 13.00. Кабинет номер 15 по адресу Кремлевская, 18. Адалина Амдрахманова, Универньюс. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что объем параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне 20 миллиардов долларов. Подробнее в теме постарались разобраться в сюжете. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибьютора, а с помощью альтернативных способов. Президент Российской Федерации в конце июня подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт. Безусловно, в условиях, когда многие компании-производители импортируемого Россией оборудования, потребительских товаров отказались работать с российскими клиентами, параллельный импорт стал выходом из ситуации. По словам эксперта Казанского федерального университета, параллельный импорт выгоден для нашей страны, так как если бы он не был разрешен, то ситуация и на потребительском рынке, и в сфере промышленной электроники, автоматики, оборудования была бы намного хуже. Но возникает другой вопрос. Есть ли у этого другая сторона медали? С другой стороны, если товар ввозится в страну без согласия и без участия правообладателя, это означает, что данный товар фактически выходит из сферы контроля производителя, и производитель ограниченно ответственен за то, что с этим товаром будет в дальнейшем происходить. Разумеется, параллельный импорт является полезной мерой, но, как заверяют эксперты, в дальнейшем целесообразнее вернуться к обычному импорту. Амир Ахтямов, Универньюс. Студенты Набережно-Челнинского института Казанского университета приняли участие в конкурсе студентов-автомобилистов «Автосессия-2022», который прошел на базе ДАСАВ. О том, как прощить соревнования, смотрите наш репортаж. 15 сентября студенты Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета приняли участие в конкурсе студентов-автомобилистов «Автосессия-2022». Соревнования проводились с целью закрепления знаний правил дорожного движения среди молодежи. Всего в конкурсе участвовали 11 команд. Вот уже 13-й раз в нашем городе проводится подобный конкурс. Особенности в том, что в этом конкурсе, который называется «Автосессия», участвуют студенты нашего города. Это высшее учебное заведение, средне-специальное учебное заведение. Так уж сложилось, что история показывает, что студенты – это самая активная часть нашего общества, любого государства. Конкурс состоял из двух частей – знания правил дорожного движения, где студенты демонстрировали знания теоретической части в течение 10 минут и фигурное вождение автомобиля, где задача участников была показать свои умения на практике, а именно пройти препятствия в виде змейки, параллельной парковки, гаража и так далее. Ребята показали свои знания ПДД и вождение на площадке и заняли четвертое место. Мероприятие очень интересное, побольше, чтобы его проводили в нашем городе и желательно, чтобы в других городах тоже старались проводить такие молодежные движения. Это показывает уровень знания ПДД, уровень знания вождения людей, чтобы действительно все старались ездить аккуратно и не нарушать те же самые правила дорожного движения. На данном мероприятии участвуем не первый год, стараемся участвовать каждый год, каждый год получается занимать призовые места, на соревнованиях готовимся. Сложности есть, бывают ошибки, нюансы, но мы стараемся все это исправлять, тренироваться. По итогам городского этапа конкурса команда Набережно-Челнинского института КФО держала победу, а ребята были награждены ценами, подарками, кубками и медалями. Кроме того, четыре команды, в число которых вошла команда Набережно-Челнинского института КФО, примут участие в зональном туре 19 сентября и смогут отправиться на республиканские соревнования. Елизавета Никитина, Центр медиа-коммуникаций Набережно-Челнинского института КФО, Универ-Ньюс. Профессор кафедры органической и медицинской химии Химического института имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Антипин за выдающиеся достижения в области органической химии награжден медалью имени Владимира Марковникова. 19 сентября в стенах Набережно-Челнинского института Казанского университета прошла встреча с участием студентов 4-го курса, обучающихся на различных специальностях с представителями военного инновационного технополиса ЭРО. Целью встречи послужило привлечение студентов в научные роты для прохождения службы в технополисе ЭРО. На этом все. В студии была Юлия Салеева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok